Семь раз я была новенькая. Отец военный был, поэтому мы много переезжали. Семь раз я была новенькая. И семь раз меня не всегда встречали с распростертыми объятиями в классах. В своем советском детстве я, конечно же, не знала слова буллинг. Но, к сожалению, я очень хорошо знала слово бойкот. Однажды мне было лет 12-13, это был класс 6-7, я пришла на пионерскую линейку, будучи новенькой, в джинсовой американской юбке фирмы Вранглер. Потому что моя безнадежно была испорчена обычная школьная пионерская юбка. И девочки под руководством, девочки, которая была председателем совета отряда, устроили мне бойкот. Они провели классный час. На этом классном часе очень долго говорили о том, что американская юбка и красный пионерский галстук не монтируются друг с другом, что я антисоветчица и так далее. На месяц мне объявили бойкот. Целый месяц я очень боялась ходить в школу и из школы. Потому что, кроме того, что в школе с ним никто не разговаривал, девочки еще по дороге в школу и в школу мне кричали всякие обидные слова в спину. И действительно, этот год я вспоминаю с ужасом. Я через год уехала в другой город. Камера идет. Начали. И вот эта вот боль, вот такие вот истории, они в моей жизни, к сожалению, случались очень часто. Именно поэтому, наверное, одна из причин, почему мы решили сделать сериал про буллинг, заключалась именно в этом. Мне хотелось рассказать, мне хотелось закрыть эти какие-то моменты в своей жизни. И я попросила своих друзей, своих известных друзей, чтобы они рассказали тоже свои истории. Потому что за каждым успешным человеком, за каждым любым человеком стоит какая-то болезненная, школьная, подростковая. Или, может быть, история взрослой жизни, которая связана и с буллингом, потому что буллит и взрослых людей. Я очень благодарна людям, которые не побоялись рассказать свои истории. И я очень надеюсь, что эти истории помогут вам прожить какую-то свою внутреннюю боль. И не побояться об этом рассказать, не побояться об этом написать на бумаге, потом разорвать ее в клочья. Потому что это действительно то, от чего надо избавляться. И самое главное, слушайте своих детей, потому что если у них действительно в школе что-то не так, если действительно ребенок не хочет идти в школу, значит, одна из основных причин – это буллинг. Берегите себя. Я вообще не скучаю. Снимать меня не надо. Ладно. Ой. Всегда школа вызывала отторжение и желание побыстрее с этим закончить и свалить. Я всегда была тем подростком, который все время всех раздражал, бесил. Мною однажды разбили стекло. Стояла там, переписывала домашку. Прям подлетел. И, ну, я так понимаю, что он это сделал, естественно, специально. То есть он меня так толкнул, что я ударилась головой, разбила окно. Но единственное, о чем я думала в тот момент, это, господи, пожалуйста, пусть моего папу не заставят платить за школьное окно. Ничего страшнее просто я даже представить не могла. Я даже не знала, сколько оно стоит. Но мне казалось, это какие-то неподъемные деньги. И мне хана. Горбачиха, горбатая доска, гроб, баба-мужик, бабу-ин. То есть все, что можно было, как связать с плоской девочкой, которая я была, ну, в принципе, даже и до конца выпускного абсолютно плоской. То есть у меня не было груди, как моих одноклассниц. И, конечно же, за это мне прилетала, ну, в какой-то момент моя самая идентификация повернулась в сторону больше, типа, свой пацан в компании. Ну, как бы, это все равно отпечаток оставило. Ну, из каких-то, знаешь, историй, которые вот, ну, такие самые такие жесткие, которые происходили со мной, это, наверное, девочки меня там попытались побить в туалете, пока я ходила в туалет. Поскольку это кабинки, которые не закрываются, то есть ты становишься еще на унитаз. И тут, пока ты писаешь, заходит какая-то старшеклассница, с ней еще одна, начиная сначала тебя там обзывать, вот, а потом тебя просто опихают. И ты вот так вот падаешь на толчок, слава богу, тоже ничем не разбивая. Но, короче, это все было достаточно жестко. Но, несмотря ни на что, я никогда не падала духом. То есть, у меня никогда не было такого, что я начинаю, знаешь, там, бояться идти в школу, или я начинаю, там, просить братьев, чтобы они за меня вступились, или я начинаю как-то по-другому себя вести, или не выхожу на переменах. Ничего подобного. То есть, каждый раз я, знаешь, как на новую войну на перемену выходила, и мне все равно всячески показывала, что я вас не боюсь, и мне все равно. Помочь тебе не значит сделать за тебя. Все-таки рассчитывая, в первую очередь, на себя, на свои силы, понимая, ну, как бы, нюх развивая. Ну, то есть, типа, когаточки свои подтачивая. То есть, понимая, как ты в этой жизни будешь коммуницировать, в том числе и с тем, кто старше тебя, кто авторитетнее тебя. Конечно, это, у этого есть обратная сторона медали, в которой в зострой жизни тебе сложнее доверять людям, допустим. Или там делегировать что-то. Ты начинаешь превращаться в человека, который я сам, 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 я сам. Вот. И точно так же потом это перекладывается на взаимоотношения с мужчиной. И это не классно, и это не прикольно. Да, страшненько. Семен, не работает! Давай мойся, тетя Баруна! Да давай, что, пожалуйста, давай! Давай мойся! Давай мойся, я сказала! Что, пожалуйста, давай! Совсем с ума сошла? Аня. Аня, вставай. Давай. Все. Очень хорошо, очень спасибо. Реально очень хорошо. Спасибо. Вообще очень страшно, потому что я испытываю вину и, ну, по отношению к этому человеку, даже учитывая то, что это сценарий, то, что мы актеры, я постоянно извинялась, как-то просила, там, прощения за то, что я делаю, потому что это действительно, ну, не знаю, вот пережить такое в реальной жизни, это очень страшно. У нас в классе как раз была девочка, которую я вспоминала, когда работала над этой ролью. Она была лидером и образовывала вокруг себя такую команду, человек шесть, семь, и раз в месяц она из этой команды удаляла одного человека, и все остальные, в особенности вот этой компании, должны были игнорировать этого человека, не общаться с ним, травить его. И, ну, в зависимости от того, что она придумает. Естественно, мы каждый по кругу несколько раз оказывались в этой роли, в роли жертвы. И знаете, что я скажу сейчас, она совсем другой человек, она перед нами всеми изменилась, она с нами поговорила, она сказала, что у нее были трудности в семье, у нее развелись родители, мама нашла нового мужчину, и у нее просто были огромные проблемы. Она говорит, я таким образом как-то вот свои проблемы вытесняла, вымещала на одноклассников. Субтитры делал DimaTorzok Все, супер, ребята, давайте еще разочек, это прям грязно-грязно будет. Сделали удар, ты подбегаешь удар и подсечку. А как часто тебе приходилось защищаться к настоящему? В разных ситуациях. Расскажешь? Держи. Здравствуйте, дорогие, зубы три. Начали. Я очень много школ сменил. Это, наверное, еще одна штука, почему мне близко все. Я всегда был новеньким. Я сменил 9 школ, наверное, примерно 10, где-то так. Из-за того, что и приезжали, из-за того, что денег не было, из-за того, что я хулиганил, меня выпроваживали из школ, очень хороших школ. Я учился в школе для детей с 9-ым поведением. Это была одна из крайних школ. Вот меня туда занесло. И там буллинг – это как неотъемлемая часть. Просто это образ жизни, как там общение этих ребят. Для них это нормально. Для мальчиков глупый, наверное, совет, но совет. Если ты чувствуешь, что брак и неизбежно, бей первым. Я помню, у меня пацаны в туалете зажали какие-то, шел новенький. И я не понимаю, чем пахнет, пахнет жареным. Их человек 6-7. И я что-то прям как-то вот так, в ответ, короче, вышел, дерзил. И один там, ну, что ты, что ты вот так? Вот, ну, что ты такой? Свай, свай, свай. И все. И задружились, заобщались. Пацаны, привет. Если видите, если смотрите. Я Катя Абразакова, актриса. Я родилась на Волге в городе Волжский. Я училась в четырех школах, и на двух из них, ну, в общем, меня там болели. Как настроение? Шикарно, как тебе? Спасибо большое. Отлично. Значит, класс, это в шестом классе, когда я перешла в новую школу. Я всегда была дружелюбным, позитивным, оптимистичным ребенком и думала то, что я найду новых друзей. Но сложилось, как сложилось. И все ребята в моем классе устраивали мне бойкоты, не разговаривали со мной. Когда всегда я проходила мимо них, надо мной просто смеялись. Хотя ничего плохого я им не делала, ни с кем я толком не общалась. И я просто помню очень хорошо тот момент, когда я прихожу домой без сил и просто плачу. Плачу, наверное, от того, что я не могу ни на что повлиять. Я давала волю своим эмоциям только тогда, когда приходила домой. Защищенное для меня место. Никто из одноклассников не видел моих слез. Пусть лучше думают, что я бесчувственная. Что Катя какая ты не такая. Холодненький. И потом просто папуся устала наблюдать за моими слезами. И, в общем, сказал мне о том, что, дочь, не все люди понимают по-хорошему. Нужно один раз объяснить по-плохому. В общем, я захожу, и она все время коверкала в мою фамилию. Я говорю, если я такая-то, значит, ты такая-то. Стою в стойку, как ей прописала. Просто в этот же момент как-то узнали об этом все. Пришел на технологию наш завуч. Несмотря на то, что у нас были достаточно плохие взаимоотношения с ней, я очень благодарна ей, что в тот момент она меня поддержала. И сказала, что меня просто довели. Я скажу и попрошу вас, ребята, только о том, чтобы вы оставались самими собой. Не боялись отстаивать свои интересы. Не боялись уважать себя. Потому что если вы не уважаете себя, почему кто-то должен уважать вас? Так не работает в жизни. Так не будет. И не бойтесь что-то сказать кому-то поперек. Если вас там, да, оскорбляют, вам могут плохое что-то сказать. Не нужно бояться. Вот просто не надо бояться. Если вас что-то обидело, вы можете так же сказать то, что не выражайся в мою сторону так, пожалуйста. И не бояться идти на пролом. Капелька. Почтарт. Ага. Запусти. Запусти. Пойдем. Сцена сей 18, квадрат 2, тополи 1. Саша Легков и Алина Мухина. Мы их вызвали на допрос. Привет. Меня зовут Иван Лапрухин. И я играю в проекте «Новенький роль Саши». И да, так случилось, что я тоже прошел через буллинг. В первый раз я столкнулся с буллингом, когда мне было лет 10. Ребята стали подразнивать одного моего друга. Тогда я помню, вступился за него. Это прекратилось, но на следующий год началась очередная история, когда подразнивали моего дружище. И вновь я вступился. Но, видимо, что-то за этот год произошло. И мои одноклассники стали реагировать совсем по-другому. Может быть, я не так сказал. Но в итоге я заступился, а насмехаться стали надо мной. И два года я был изгоем. Причем забавно, что перед этим я был лидером в классе. Нравился девочкам, друзьям, братва, все такое. И вот резко как-то все это поменялось. Такой контраст прям. И самое страшное в этой ситуации, что ты считаешь себя хорошим человеком. Человеком, который знает, чем он хочет, стремится к чему-то. Ребенком, но он стремится, как-то какие-то планы себе строит. А окружение вокруг говорит тебе о том, что ты не будешь ничем и никем. Ты ничего не достигнешь. Но, конечно же, это происходит все в совершенно другой форме. Я бы точно не хотел пережить это еще раз. С утра просыпаешься, надеваешь школьную форму, и ты знаешь, что будет. Ты знаешь, что будет, когда ты придешь в класс. Ты пытаешься меняться, может, как-то подстроиться, чтобы этого конфликта не было. Это расценивается как проявление слабости, несоответствия коллективу. И это очень тяжело, как мне кажется, для ребенка казаться не в коллективе, когда коллектив необходим. Буллинг надо мной прекратился в тот момент, когда я начал наглеть. Когда я понял, что я так дальше не могу. И я стал давать физический отпор. Я думал, что меня растерзают в клочья. Это было страшно. Когда ты собрался с силами, проходишь мимо ребят, они тебя снова толкают. И вот тот, кто толкнул, оказывается, под ударом, потом думаешь, блин, а что сейчас будет? Сейчас же его побьют нахрен. И забьют, реально, и забьют. Но, как оказалось, наоборот, это вызвало некую уважуху других ребят. Мне писали просто в сеть, в диалоге, что Вань, классный удар сегодня был, вся стена в крови. Молодец, красава, на следующий день подходит. Молодец, классно втащил. То есть, людям, походу, им нужно было, что ли, показать, что ты силу можешь проявить или что? Для чего этот буллинг нужен? Я не понимаю. Меня зовут Ярослав Яркий, я актер. Несколько лет назад я состоял в одной футбольной фанатской ячейке. И там буллинг был, ну, что-то вроде входного билета, своеобразной проверкой на прочность. Сцена 5, 21, 21, 1, 2, 2, 1. Начали. Когда ты приходишь в клуб, ну, их много, по Москве, по России, да вообще по всему миру, тебя сначала проверяют на прочность. Ну, определенный есть отбор. Тебе дают различные, как-то сказать, испытания. Идет буллинг, прессинг, на тебя идет давление со всех сторон. Издевательские шутки могут быть побои, могут тебя слегка подставить, да, потому что они понимают, что могут быть различные ситуации, в которых ты не сможешь и не должен никогда, никогда им предать. То есть вот этих крючков, за которыми можно зацепиться и пристать, очень много. Ну, все, посмотрели. Давай, братик. Ну, ты забери. А что, мама заругает? Не бойся, мама не узнает. Жадушка. Держи, только не плачь. Ну, забери, забери. Держи. Давай, давай, фурычка. Лошара! Аккуратнее там. Что было со мной? Это было подкарауливание у метро вечером. Ну, вот ты идешь, например, там, не знаю, по двору, да, и тебе подходит, слушай, там, сигаретки не угостите. Штамп, штамп, штампевич просто. Ты даешь сигарету, и говорят, ой, слушай, а телефончик не дальше. Ну, и с этого вот всегда завязывается так перепалка. Здесь главное не забояться. Это проверяется. Я не забоялся. Да, и прошел этот некоторый тест. Да, конечно, получил. В смысле, да, конечно, получил. Ну, в смысле, когда получил. Ну, был помят, побит. Но это было интересно. Я знал, для чего я это делал. И, ну, у меня просто... Я знал, что это специально идет будем. То есть я знал, что, например, со мной не общаются эти люди, потому что они проверяют, как я буду психовать или не буду психовать. После того, как ты уже вливаешься в коллектив и становишься частью этого семейства, ты становишься на месте тех людей, которые булили тебя. То есть ты из овечки превращаешься в волка. И это не то, что ты такой гад, который, значит, специально булит и хочет сломать кому-то жизнь. Нет. Ты просто понимаешь, что у тебя с этим человеком потом стоять в одном ряду. И, ну, это закаляет. Мне кажется, это делает из-за парня-мужчины. Почувствовать вкус своей крови, не знаю, там, ощущение разбитого носа, не знаю, первая победа, первое поражение. Это очень интересно. Камера, стоп. А что, как всегда? Здравствуйте. Меня зовут Артем. Я играю в этом сериале. У меня была проблема с плечами, с кожей. И мне из-за этого было очень сложно общаться с ребятами в классе. Потому что я был единственной с такой острой проблемой. И в классе мне нравилась одна отличница. И у нее были подружки, которые учились хуже. И когда они начали замечать, что я на ней начинаю ухаживать, они однажды меня встретили в коридоре, установили меня и сказали, Артем, ты же понимаешь, что ты страшный как смерть. Это тогда было намного сильнее, чем, даже не знаю, избиение. И у меня это настолько сильно попало, что я, наверное, в таком зажиме ходил где-то год. Просто я не знал, что с этим идет, потому что я постоянно смотрел на себя в зеркало и вспоминал этот голос, что я страшный как смерть. Страшный как смерть. Да. Готовимся к съемке. Были и другие ситуации. Я не плантин, и я не славянская, конечно. И когда меня что-то напоминали про то, что я черный, что я врач, не врач, и все. Но я молча не лягил, я сразу лез в драку. Поменял где-то 4 школы из-за драк. Я был даже на учете в полиции, потому что я парня, но с двух мест основного. Это случилось из-за оскорбления? Да, это уже, да. Это просто даже оскорбление, которое я прослушал мимо, а потом мне просто пнули по портфелю сзади. Я просто не выдержал, и все. И включился какой-то халк. Да. Мы все самовлюбленные, самолюбивые. Мы все хотим быть в самом лучшем качестве свете перед другими, чтобы тебя уважали, все этого хотят. Но сейчас я, конечно, уже успокоился. Я стал с иронией относиться, потому что, ну да, я такой, да, это моя особенность. Да. Если они начинают, нет, то уже их проблема, окей. Значит, у них проблема с самооценкой, наверное. Субтитры создавал DimaTorzok. Всем привет. Меня зовут Оля. Я работаю на сериале «Новенький» в роли скрипт-супервейзера. Лучше лишний раз не задаваться вопросом, кто этот человек, чем он занимается. Это человек, который... очень тяжело вообще объяснить. И... Блин, да что ж такое? В общем и целом, я просто слежу за тем, чтобы не было всяких киновяпов и чтобы все было окей. И, собственно говоря, у меня тоже есть своя история и мне есть что рассказать. На тему «Болюнга». У меня был избыточный вес и я там для своего возраста, для 12-13 лет, я... Ну, у меня была первая степень ожерелья. Вот. И поэтому меня оскорбляли, принижали, мне угрожали. Конечно же, было банальное там... Разбрасывали вещи по классу друг другу, там, мальчики. Плюс ко всему, один из них, который был за водилой, он мне угрожал. Было такое однажды, что он сказал, что вот мы тебя вечером под караулем после школы, у нас был авторазмен. Вот. И я там приду со своими ребятами, с ножом, и... Ну, мы с тобой разберемся. Сейчас, со своего возраста, я уже понимаю, что они бы вряд ли бы так сделали, ну, чуть-чуть 12-13 лет. Но, тем не менее, тогда для меня это было очень страшно, очень весомо. Я, правда, была очень закупана. И вот на протяжении этого года я приходила каждый день домой зареванная, потому что было очень тяжело. Но при этом я старалась не показывать свои слезы. я шла по улице и плакала. Приходила домой, перед дверью я буквально вот вытирала слезы, будто бы все в порядке, и все у меня замечательно, и я заходила домой, чтобы лишний раз мои родители не переживали. Честно говоря, не знаю. Наверное, я бы посоветовала себе быть более бойкой и защищать себя. Но сейчас, конечно, я вот об этом говорю, но это все такое абстрактное, потому что когда ты в этой ситуации, тебе... ты настолько бессилен перед группой людей, ты один, а других очень-очень много. И все они тебя принижают и оскорбляют, и ты себе... ты сам начинаешь в это верить, то есть в то, что они говорят. И поэтому очень тяжело в этот момент просто взять себя в руки и что-то им ответить. А каким образом это закончилось? Этот человек просто перешел из нашего класса в другой, и поэтому уже не было такого давления, и как-то он просто переключился, наверное, на кого-то другого, не знаю. И когда он ушел, все остальные просто подуспокоились. То есть могли быть какие-то там шутки, но не более того. Потом, после девятого класса, я уже изменилась, я уже начала худеть, и после этого ни с какой травлей я там не сталкивалась. Я не знаю, честно говоря, как быть, потому что люди, правда, очень жестокие. И очень тяжело справиться одной, такой нередок точной. Ну, или одной. Меня зовут Александра Авдонина. Я оператор-постановщик сериала «Новенький», и мне кажется, что я человек добрый. Потом камера. Конечно, я могу иногда злиться. Кто-то из людей мне нравится больше, кто-то не нравится совсем. Но в целом я не злая. Хотя когда-то я была в компании «Бульщих», моя лучшая подружка была предводителем этого движения, и мы всем классом травили нашу одноклассницу. Пишина. Да, Хили. Я пыталась в своей памяти восстановить ход событий, как что было, но не совсем получается, потому что, видимо, память сама вытесняет то, что неприятно вспоминать. Ситуация, которую помню более-менее подробно, девчонка стоит в слезах посреди класса и на весь класс кричит настолько искренне, изнутри у нее это что, что я вас всех проклинаю. И вот в тот момент, мне кажется, что испугались мы все. Все, которые ее булили, все немножечко задумались о том, что а вот вдруг сейчас она, вот вдруг правда что. еще она была просто такая темноволосая с темными черными глазами, но и такая была, ну, как будто бы чуть-чуть вот с какой-то такой цыганской, может быть, внешностью. И это на самом деле красиво, если честно. Но, наверное, в том возрасте мы еще этого не понимали, и может быть мы подсознательно этого боялись, не знаю. И, в общем, там в ход все шло. То, что она плохо учится, то, что она тройка, то, что она ведьма, ну, в общем, все, все, что было возможно. Нам не нужна была, мне кажется, ни причина, ни поводы не нужны были. Все само складывалось. Все, ну, почему так происходило? Не знаю. Это, наверное, какие-то попытки показать, что кто-то лучше, кто-то сильнее, когда самоутвердится, когда нет других способов и инструментов для того, чтобы это проявить. Я помню, как все испытывали какое-то чувство не то, что страха, а, ну, как будто бы нельзя было с ней общаться, как будто бы не надо было этого делать. Я помню тот момент, когда было какое-то послабление буллинга. Мы стояли в коридоре на перемене, мы о чем-то разговаривали, почему-то все вместе стояли, она тоже была. И она почему-то у меня как-то все подразошлись, она ко мне типа, слушай, будешь со мной дружить? Я помню, как меня это внутри испугало тебя, в смысле, я не могу с тобой дружить, мы же как бы вообще по разные стороны прикатываем. Я так скромно ответил тебе, нет, и ушла. И вот это дурацкое чувство внутреннее, что я не могу, потому что я тогда пойду против толпы. Тогда было страшно. Тогда было страшно, что ты можешь оказаться вот там же, на том же месте, где она. и никому не хочу такого пожелать, чтобы вот ни с кем такого не было. Меня зовут Ирина Гурьянова, я один из сценаристов и режиссеров сериала «Новенький». Так получилось, что с буллингом я знакома довольно близко, очень близко. С буллингом столкнулся мой старший сын. Там было жестко, такой настоящий классический буллинг. Это было в шестом классе. Он продержался сентябрь, октябрь, ноябрь. Совсем плохо стало в декабре, когда у него посыпалась учеба, довольно резко, пошли плохие оценки. Потом были каникулы, я думала, ну, отдохнется каникул, сейчас все будет нормально. Все подобное. Январь-февраль стало еще хуже. И даже учитель математики, который там его поддерживал до последнего, говорит, слушаться с ребенком, что-то не то. В общем, он вообще ничего не понимает, он как чистый лист, объясняешь ему, дальше все с нуля. И мы пошли к психологу с этой проблемой, с тем, что вот он плохо учится, что случилось, как бы, да, ну, хотели разобраться, ну, может быть, там усталость какая-то, может быть, надо как-то поддержать его. Пошли мы к психологу с проблемой, что ребенок плохо учится, вышли мы оттуда с ответом, что ребенка с сентября, собственно, травит одноклассник, и к нему присоединилась, ну, какая-то часть класса. А он такая удобная жертва, которая не дерется, которая не даст опора, но которая долго терпит, а потом очень смешно эмоционально взрывается. Это вот им казалось, что это очень смешно. Они его тихо и долго изводили, и мой потом в какой-то момент взрывался, и, естественно, учителя видели только вот этот эмоциональный взрыв, но не видели вот этой травли, которая происходила до этого. Поэтому все были хорошие, белые, пушистые, а мой был неадекватный, который ни с того ни с сего, значит, вдруг там на что-то эмоционально реагировал. Остань! Остань меня, дожду! Он думал, например, только о том, как ему выжить в школе. Он не думал про учебу, он думал, как ему прийти и незаметно пройти в класс, как ему незаметно в классе просидеть так, чтобы до него не докопались, как ему незаметно уйти в школу. То есть у него постоянно мысли заняты были тем, как выжить вообще в этой ситуации. А про учебу там это на 10-м месте было. А потом дошло до физического насилия. На уроке физкультуры качали пресс, и он подошел к моему сыну сзади, подставил ему под шею ногу, и когда тот опускался, тот со всего маха наткнулся на носок кроссовка. Вот. Мы ездили в итоге в травму, снимали травму, у него до сих пор вывих Атланта, в общем, там под вывих Атланта. Вот. Но меня поразило, конечно, как школа отреагировала на эту информацию. Начали. При чем тут класс? Ага. То есть вы считаете, что класс тут не пришел? Не пришел. Классе ведь уже был случай доведения учениц, да попыть и сути. Все попытались это скрыть, все попытались свалить это на нас. Живите с этим, типа, как хотите. Да, у нас есть такой мальчик-хулиган. Ну что же теперь поделать? Ну, в общем, бежали мы из этой школы как от огня. Благо я нашла уже к тому моменту очень хорошую школу, которую он в итоге закончил и которая нам очень сильно помогла. Но два года, два года ушло у нас в хорошей школе на то, чтобы он перестал как-то переживать из-за этой ситуации и научился как-то доверять людям. Ну, с одноклассником у него сразу наладились отношения, а вот к учителям долгое время было такое настороженное отношение, потому что непонятно было, как к ним относиться. У меня совет родителей не бойтесь ходить к психологам. Иногда дети, которые не рассказывают ничего родителям, вот мой почему-то не рассказывал, но рассказал он в итоге это психологу. Не надо бояться поменять школу. Есть ситуации, из которых ребенок сам не выйдет. Вот можно сказать, что дети разберутся сами, они в чем-то могут разобраться сами, но бывают ситуации, если это настоящий буллинг, когда ребенок не может вырваться. Его травят не один человек, не два человека, его травят полкласса. И они делают это осознанно, они делают это регулярно. И может это все закончиться, к сожалению, очень плачевно, но как минимум нервным срывом, как максимум физическим насилием. Оно надо? Мне кажется, нет. Юлия, что происходит? Я сбрасываю жену и свою темную душеньку снова скрываю. Все, отпускай. Вот этот. Ты можешь ножки забрать? Со мной случалось некоторое дерьмо. Так пойдет. Да, нет? Переговорить. Всем привет. Меня зовут Юля. Я работаю на проекте «Новенький ассистент по актерам». Мне классно, что я попала сюда, потому что со мной были связаны некоторые истории в жизни, о которых мы рассказываем в нашем фильме. Съемка камеры. Я вообще дочь учителя начальных классов и своих педагогов я знала еще с самого детства как маминых подруг. Я думала, что нельзя учиться плохо, потому что я же подведу маму. Я училась, училась. Сама всем занималась. У меня мама, ну, это не в упрек, просто у нее не было особо времени на меня, ну, потому что у нее там свой младший класс, такой же первый. И вот кто-то начал постоянно говорить, что, ну, типа, ну, да, все понятно, у нее все по-любому будет пять, потому что она дочь к учительнице. Но это вот с этого начало, наверное, все началось. Я еще, плюс ко всему, была очень худой. Ну, это не изменилось. Но я была очень худой, а это никому не нравилось. Плюс у меня мимика очень подвижная. И начали вот это вот все пародировать как-то очень в грубом формате. А я не могла на это ответить, но меня так не воспитывали. Мне было грустно, короче. Ну, то есть я реально в четвертом классе сидела на качельках и думала, почему люди злые. Но потом я стала грубая. У меня появился образец с шипами черных, которыми я ходила в школу. Я начала общаться с местной гопотой. Это было, знаешь, типа такое, как образование. У кого еще научиться стоять за себя, как не у них? Я просто к ним так оп, в компанию. Ну, то есть как бы я вот так вот грубела максимально, как только могла. Начала хамить, начала вести себя в школе очень, ну, очень неподобающе. Танцевала на партах, открывала дверь. Ну, короче, максимально показывала, что я не мамина дочка и пыталась, ну, типа, всем это, ну, на противовес, короче, работать. Пыталась делать за ум после того, как меня в ментовке мама забрала, потому что никто из нашей семьи никогда в жизни не был в полиции. Ты можешь творить все, что хочешь. Ты станешь взрослым человеком, никто не будет тебя контролировать, но ты никогда не имеешь права делать то, что делают больно твоим родителям. И я поняла, что если я что-то и врачу, то должна это делать каким-то образом, типа, чтобы это было мимо них. Ну, или не врачить вовсе, а значит, они должны мной гордиться. По сей день стараюсь, чтобы они мной гордились, так что, по сути, если там резюмировать, если БРППСов больше не будет, то я думаю, что все, что делали со мной эти люди, спасибо вам, я в кино работаю. У меня все вот так вот, правда. Немножко психика шатается, но это вообще ерунда. Тут все такие. Вот. У меня все вот так вот, правда. Вот. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok